Почему так важно подбирать в команду лучших людей? Когда мы имеем дело с лучшими, там работает экспонентная кривая. Урок «Почему так важно подбирать в команду лучших людей?» Книга «Окружи себя лучшими» Клаудио Фернандо Араоса описывает эксперимент, проведенный в Австралии в 90-е годы. В этом эксперименте работники работали на конвейере, и их труд оплачивался одинаково. Так вот, когда посмотрели на результаты труда, то выяснилось, что лучшие работники в среднем вырабатывали на 40% больше худших работников. Когда же им ввели издельную оплату, разрыв немного даже сократился. Однако, в таком же эксперименте, но с более сложной творческой работой, результат поразил самих ученых. Так, в сфере страхования, например, у лучшего продавца показатели составили 240% от уровня продаж среднего продавца. Среднего, не худшего, заметьте. А результаты выдающихся программистов или консультантов превышают средние результаты их коллег на 1200%. Отсюда правило. Чем менее квалифицированный труд, тем он лучше реагирует на сдельную оплату труда и менее критичен к качеству персонала. А чем более творческая и сложная задача или работа, тем огромнее разница между хорошим и отличным специалистом. И тем меньше он реагирует на сдельную оплату. Когда мы имеем дело с лучшими, там работает экспонентная кривая. Есть прямая, а есть экспонентная, когда она вот так взлетает. Или простыми словами, это как продажи книг или фильмов. Миллионы книг продаются небольшими тиражами, а небольшое количество лучших книг продаются миллионными тиражами. Или еще этот эффект называют экономикой блокбастеров. Когда тысячи буквально фильмов приносят сущие копейки, едва покрывая расходы на свое создание или содержание. И буквально несколько единиц блокбастеров, которые собирают просто миллиардные кассовые сборы. В ситуации с лучшими специалистами происходит именно это. Лучшие специалисты дают наилучшую эффективность, намного превышающую эффективность даже хороших специалистов. В статье Майкла Мэнкса, Алана Берда и Джеймса Рута, напечатанной в Harvard Business Review, приводятся примеры разницы между лучшими и средними специалистами. Так вот, лучший программист Apple работает в 9 раз эффективнее среднего программиста других технологических компаний. Слушайте, ну другие технологические компании, наверное, тоже не ерундой страдают, а? Теперь смотрите. За столом у лучшего дилера казино в Сизерс Паласе в Лас-Вегасе играет минимум в пятеро дольше, чем за столом у среднего дилера. Лучший продавец-консультант магазина Nordstrom в Америке продает минимум в 8 раз больше, чем средний продавец-консультант другого универсального магазина. А лучший хирург-трансплантолог в ведущей медицинской клинике добивается успеха примерно в 6 раз чаще, чем трансплантолог средней руки. В нынешнем мире разборчивым быть крайне выгодно. Насим Талиб назвал наш сегодняшний мир экстремистаном. Если вы наймете середнячков, то есть кандидатов, которые встречаются чаще всего. Успеха в бизнесе вам не видать. Ну или видать, но успех будет средненький. Кстати, оцените вашу ситуацию, кто вас окружает. Если вас окружают средние люди, то вы далеко не уйдете. И не стоит ожидать выдающихся результатов. Удовлетворяйтесь средним результатом. Удовлетворяйтесь средним результатом.